Врач-фотоларинголог, лазеротерапевт, клиника диагностическая общая в Институте общей клинической патологии. Сегодня я расскажу о моем личном опыте лечения и реабилитации постковидных больных. Для начала хотел сказать несколько слов о том, что за рубежом тоже активно используют фотодинамическую терапию. Здесь выдержки из некоторых популярных журналов. Я сейчас их зачитаю. Это выводы. Первое, что антимикробная фотодинамическая терапия с помощью небулазера и использования метиленового синего при начальных и развитых этапах баронхолёгочной инфекции дает хорошие результаты. Антимикробная фотодинамическая терапия может уменьшать микробные поражения респираторного тракта и тем самым облегчая протекание COVID-19. При антивирусной ФДТ должна быть дополнительная исследовательная корреляция между ФДТ и иммунным ответом. В дополнение к этому выводу я бы слово «может» уже убрал, потому что по результатам моей многолетней работы с фотодинамической терапией она не просто уменьшает микробные поражения, а зачастую полностью восстанавливает ненормальные микробиоты, то есть уходит патологическая флора. И в контрольных посевах мы видим не просто отсутствие какой-либо флоры, то есть мы получаем норму флору. Далее еще выводы из других журналов. Несмотря на значительные трудности при внедрении метода лечения с помощью фотодинамической терапии данный вид терапии имеет потенциал с борьбой с COVID-19. Применение двух методов фотодинамической терапии и фотобиомодуляции одновременно приводит к уничтожению вирусов, оксигенации тканей и уменьшению цитогеновую шторму. Все, в общем-то, вот эти результаты, озвученные здесь, я получал лично, и мы получали в своей клинике, работая с постковидными больными. Что в России в данном случае? Вот этот вывод, который вы сейчас видите, был сделан еще где-то летом 2020 года, и было направлено письмо в Министерство здравоохранения с целью того, чтобы рекомендовать фотодинамическую терапию для использования стационара, в том числе в отделении реанимации. Но, к сожалению, на данный момент этого не случилось. А, значит, открытие, что сделал это открытие, что фотодинамическая терапия обладает высокой противовирусной активностью. Использовали наши доктора, кто-то метиленовый синий, кто-то хлорин Е6. Вот, получили хорошие результаты. Я хочу сказать, что с этими докторами я общаюсь, они пульмонологи. И у них ни один пациент, даже тяжелый, пролеченный, параллельно медикаментозной терапией и фотодинамической терапией, в настоящий момент не имеет... Ну, во-первых, не было ни одного летального исхода, а, во-вторых, они все вернулись к обычному образу жизни. Значит, вот вы видите оборудование, которое используется в нашей клинике, также гель, ревиксандерма. Значит, в данном случае, где-то работы мы эти начали с сентября 2020 года, количество более 30 человек, пролеченных больных, средний возраст от 30 до 70 лет, более половины пациентов, обращающихся к нашу клинику, перенесли ковид в тяжелой форме, и в остром периоде находились в реанимационном отделении. Значит, это типичные жалобы, я думаю, многие с ними знакомы. Слабость, снижение работоспособности, постоянный, длительно сохраняющийся субфибрилитет после выписки, тремор конечностей, сонливость, при этом идет нарушение сна, аллопеция, практически у всех, по-моему, уже. Отдышка при привычной физической нагрузке и даже в покое, сохраняющийся продуктивный кашель, нарушение памяти, нейропатии в том или ином виде, которые могут проявляться и болями там по лицевому, по тройничному нерву, они проявляются отчасти каким-то онемением конечностей, вот, или просто неприятными парастезиями в конечностях, и в том числе обострение многих хронических заболеваний, в том числе и лорозаболеваний, то есть ангины, фаренгиты, какие-то хронические легочные патологии обостряются, у кого-то есть определенные проблемы с печенью, вообще же с гепатобириальным трактом, который так или иначе приходится потом лечить. Соответственно, пациенты были обследованы, то есть если данные пациенты переносили ковид в достаточно там легкой форме, с поражением не более 20%, и из жалоб в основном проявляли там умеренную слабость, то есть невозможно более быструю утомляемость, то обычно таким пациентам не всегда мы проводили какие-то полноценные обследования, а зачастую сразу переходили к выполнению фотодинамической терапии, не прибегали ни к каким медикаментам, они очень быстро буквально за два сеанса восстанавливались и возвращались к обычному образу жизни. У более тяжелых пациентов, у которых по совокупности вот этих вышеназванных жалоб, их было более двух-трех, то есть и которые находились в отделении реанимации, конечно, мы обследовали обязательно фоновые инфекции, особенно в первую очередь, это герпес-вирусы, это легочная мекоплазма, очень часто она выявлялась после выписки из больницы, обязательно кулаглограмм с коррекцией антикоагулянтов, если это нужно было, то есть биохимические показатели для того, чтобы оценить функцию печени, желчного пузыря и так далее, то есть витамин Д и ферритин, которые зачастую падают во время острого периода ковида. И последнее, что хочу сказать, в нашей клинике мы оценивали иммунный статус с методом определения антиэндотоксинового иммунитета. Что это такое? Значит, эндотоксин – это обликатный липополисахарид, который входит в стенку всех грамм отрицательных бактерий организма. За годы работы с эндотоксином было четко выявлено, сколько он в норме у человека, то есть при нормальном иммунитете, насколько он падает при иммунодефиците и насколько он повышается при различных воспалительных или онкологических патологиях. Были выделены определенные подгруппы, то есть умеренного дефицита, выраженного иммунодефицита, опять-таки умеренного или выраженного воспаления или риск уже онкологии. То есть, СОЭС и ЛАЛ-тест, что это такое? То есть, ЛАЛ – это определение этого эндотоксина в крови, а СОИС – это определение антител к эндотоксину. То есть есть четкие критерии, какие эти анализы, параметры должны быть в норме, и насколько они меняются при той или иной патологии. Так вот, после ковида и СОИС, то есть антилак, эндотоксин и лал, практически у всех снижены. Параметр эндотоксина – это параметр очень изменчивый, и почему очень хорошо по нему определять коррекцию иммунитета, потому что он первый, раньше чем антрофероновый статус, и антроликины отвечает на лечение. То есть по нему мы можем определить эффективность данного лечения. И я, забегая вперед, скажу, что у пациентов, которыми мы проводили эти анализы, мы сейчас, конечно, не систематизировали до конца, но, тем не менее, после курса фотодинамической терапии, в большей части эти параметры приходили в норму. И сейчас вместе с компанией Ревексан как раз начато исследование по доказательству того, что фотодинамическая терапия положительно влияет на адаптивный иммунитет. И вот за основу как раз мы возьмем антиэндотоксиновый иммунитет, интерфероновый и интерфероновый статус. Так, значит, теперь по самой методике. То есть процедуры проводились где-то один-два раза в неделю. То есть более тяжелым пациентам это два раза в неделю. У тех, у кого по совокупности жалоб было немного, один раз будет достаточно. Курс, опять-таки, от двух до пяти процедур, что зависело от исходной тяжести состояния. По самой методике, то есть гель Ревександерма чаще всего наносился на спину, то есть полностью проекция всех легких, то есть где-то на 20-30 минут под пленку. Дополнительно хочу сказать, что гель должен быть в данном случае смешан с каким-либо пенетратором. Это может быть димексид или диоксид титана, для того, чтобы этот пенетратор мог более глубоко в ткани вытянуть этот гель. И наша реакция, которая лечебная, прошла именно вот уже глубоко в тканях. То есть без пенетраторов вы можете не получить нужного эффекта. Это очень важно. Значит, после 20-30 минут удалялся остатки геля, он смывался, и где-то на максимальной мощности, 120 мВт, сочетанно красным и синим светом, проводилось освечивание в течение 20 минут. А у пациентов, у которых выявлялась микоплазма, стафилококк или другие герпесвирусные инфекции в слизистых оболочках, обязательно проводились дополнительные процедуры фотодинамической терапии, тоже в количестве от 2 до 4, со свечением зева и носа. Это тоже обязательно для восстановления иммунитета. Так, а что я хочу вам сказать по результатам на сегодняшний день? То есть в целом это динамическое регрессирование жалоб, улучшение... Пациенты отмечают улучшение самочувствия уже первой процедуры, то есть частизновение одышки, нормализация температуры, восстановление работоспособности и возвращение к привычному образу жизни. И я хочу сказать, что по совокупности пролеченных пациентов где-то эффективность составляет 90%. Значит, а что оставшиеся 10%? Здесь сложно сказать насчет того, что не помогла фотодинамика, просто оставшиеся 10% это пациенты, которые изначально, еще до ковида, имели какую-то серьезную соматическую патологию или были определенного психоэмоционального статуса, и у них вообще немного сложно было понять, ну хорошо ли им сегодня, плохо ли им сегодня, то есть как они себя чувствуют. Поэтому примерно 90% уют именно на основании этого. Я хочу сказать, что у всех остальных жалобы ушли полностью. То есть вопрос был просто в количестве процедур. В том числе у пациентов, которые уже пожилые, то есть это ближе к 70 годам, они вернулись к обычному образу жизни, у них ушла дышка, то есть у них ушел тремор конечности, восстановился сон, ушла температура. А у пациентов, у кого изначально были жалобы, ну например, только на умеренную слабость, то есть на то, что они при повреченной физической нагрузке, при каких-то занятиях спортом быстрее устают. Я хочу сказать, что после первой процедуры они говорили, что мы все абсолютно комфортно себя чувствуем, то есть у нас все неприятные ощущения ушли. Вот, хотел представить как раз клинический случай. Эта пациентка попала к нам сразу после выписки из стационара, вот 27 ноября, это при выписке поражения легких 50-75%, то есть КТ-3 ей было как раз проведено, это одна, кстати, из самых таких тяжелых пациентов, то есть она пришла в очень нехорошем состоянии в клинику, то есть она с трудом ходила из-за выжженной отдышки. Вот, было проведено за декабрь 4 процедуры, и потом был вот перерыв на новогодние каникулы, и вот 11-го числа она переделала КТ, там вот выделено, что 15%, на самом деле там одно легкое 15%, которое было 75%, второе менее 15%. В дальнейшем мы с ней еще в конце января сделали пятую процедуру, КТ мы не переделали уже, поскольку у нее самочувствие и было, и по настоящий день мы с ней общаемся, оно остается хорошим пациентком, вернулось к обычному образу жизни. Хотя возраст, я хочу заметить, у нее, вы видите, то есть это человек пенсионного уже возраста. Вот, и как раз в дополнение о том, что фотодинамическая терапия может и должна применяться для борьбы с инфекцией какой-либо, вот я хочу представить просто один из примеров, это стафилококк золотистый, то есть посев из левого уха, я его, то есть это год 15, но я его оставил как такой показательный, то есть видите, слева список антибиотиков и чувствительность, то есть чем лечить, в данном случае непонятно, то есть полирезистентный стафилококк у онкологической пациентки после нескольких курсов химиотерапии, вот он у нее такой сформировался, а второй посев после двух процедур, выполненных внутрь слухового прохода, вот видите, то есть по количеству там, на самом деле он еще пока остался в 10-6, но по чувствительности он полностью стал чувствительным даже к обычному пеницерину, по данной пациентке до конца стафилококк был пролечен еще двумя процедурами, то есть суммарно после четырех процедур он полностью у нее ушел, и таких примеров, ну на самом деле за 7 лет работы фото-динамической терапии множество, вот, здесь вы можете видеть основные рекомендации, которые сформированы на основании данных результатов, вот, то, что курсовое применение фото-динамической терапии совместно с ревександуолэйт и ревександермом можно назначать пациентам с постковид-19, имеющих типичные жалобы, в данном случае динамику состояния иммунной системы хорошо оценивать, вот, по антителам, к эндотоксину, соис-тесту и наличие свободного эндотоксина крови, лал-тест, вот, информация, кстати, по антиэндотоксинному иммунитету, она есть в свободном доступе в интернете, поэтому очень написано много книг, то есть, кому интересно, могут найти и ознакомиться. Вот, и по сравнению с медикаментозной реабилитацией постковидных больных, именно фото-динамическая терапия показывает более эффективные и быстрые результаты по возвращению пациентов к привычной жизни, и не только более эффективные, а иногда, наверное, единственные возможные. То есть, у некоторых пациентов, если бы не фото-динамическая терапия, никакими медикаментами, даже самыми замечательными, не получилось бы их вернуть к обычному образу жизни. Вот, спасибо за внимание. А можно вопрос? Можно. В остром периоде или уже после выписки? После выписки? Ну, вот у пациентов... Спасибо за вопрос. Нет, у пациентов тяжелых, да, не менее двух раз в неделю. Не менее. Даже можно до трех, если они совсем в тяжелом состоянии. Я хочу сказать, что по моему небольшому опыту лечения ковида в остром периоде, процедуры могут быть ежедневными до пяти подряд. То есть, ежедневно, каждый день пять процедур. Только тогда вот это может позволить избежать многочисленных осложнений даже уже у пациентов с выраженной пневмонией, которые бы, по идее, уже должны ложиться по каким-то причинам стационарно, но этого крайне не хотят. И вот фотодинамика, и вот такой интенсивный, их можно вытянуть из этого состояния. А вот тяжелых пациентов там, конечно, так ежедневно не надо, но не меньше двух в неделю. Не меньше. Метиленовый синий, возможно, применение, возможно, так перорально. То есть... Нет, его не принимают внутрь. Дальше проходит два часа, и через два часа освечивается какая-либо площадь, ну, крупная площадь тела, любая. То есть, может быть, спина, грудь, то есть, там уже по показаниям, да? И, ну, там, во-первых, у него пик активации другой, то есть, у него широкополосная активация, то есть, должен быть свет нечетко заданной длиной волны, да? То есть, а это должно быть там от 600 до 700 нанометров включать осветитель, да? Во-вторых, там достаточно много времени нужно проводить саму процедуру. Намного больше 20 минут, потому что метиленовый синий имеет небольшую активацию, да? Вот. Но и в-третьих, вот с доктором, который активно работает на метиленовый синий, это такой, вы знаете, вот... У него просто немножко вариантов таких нет. То есть, там он, этот доктор, по-моему, с Ростова, если моя память не изменяет, и у него... Это государственная больница, у него нет возможности применять не какие-то более дорогие, хорошие излучатели, не тем более применять фотогели, то есть, и поэтому он работает на метиленовом синим. То есть, из минусов, из минусов, что, например, я считаю, ну, недопустимо в частной медицине, там, например, моча потом 3 дня лазурного света, но вот не каждый пациент на это согласится, скажем так, особенно, который приходит на лечение в частную клинику. Вот. А в плане, ну, больниц, да, да, это возможно, то есть, у метиленового синего неплохие результаты, но не такие, как мы имеем на фотосенсибилизаторах. Конечно, они попроще, да и процедур там, кстати, тоже нужно намного больше. Там уже вообще была речь о 7-10 процедурах в остром или в таком периоде. То есть, вот так. То есть, только перорально, и именно освечивание потом площади тела. То есть, прием, то есть, так, чтобы обработать слизистую метиленовым синим и провести процедуру, то есть, на слизистую оболочку там рта, планица, глотки нет, он там не задерживается. Еще один вопрос, спасибо. По этому димексиду, кто протокол? Димексид, ну, все-таки, я считаю, в данном случае, наиболее концентрация, которая наиболее дала хороший эффект, 15-20 процентов. Ну, то есть, вы его разводите, он же 99-процентный. Можно использовать и гель, есть гель димексид 25-процентный, неудобно. Ну, неудобно, он достаточно плохо размазывается. То есть, да, для делать водный раствор 15-20 процентов, вы обрабатываете им большую площадь и сверху втираете уже релексанты. А дополнительной экспозиции нет. То есть, вы их втираете практически один момент, а дальше у вас общая экспозиция 20-30 минут. Спасибо большое. А в своей работе вы пробовали, допустим, светить репликацию со стороны свечения? Спасибо за вопрос. Я вообще в своей работе пробовал освечивание и грудной клетки, и спины. Но я хочу сказать, что всё-таки именно при поражении лёгочной ткани более высокий эффект даёт освеченность со стороны спины. Всё-таки, наверное, за счёт того, что мы там используем пенетратор и так далее, я думаю, как-то ближе к лёгким происходит наш вот нужный эффект лечебный, да. То есть, со стороны груди эта процедура целесообразна применять при ОРВИ, при остром баронхите, при трахиите. Отлично идёт. При миозитах, при межрёберной невралгии, вот, да, со стороны груди будет очень хорошо. При пневмонии, острый ли, или уже постковидном синдроме, то есть, каких-то изменений после пневмонии, всё-таки со стороны спины. Пожалуйста, честно, ответы на методики. Это возможно нанесение, допустим, предыдущего репликационной методики? Или с фото-динамической терапии ничего не дает пользу? Нет, смотрите, не то, что возможно, даже и нужно. То есть, фото-гель в этом отношении, интактим, вы его можете смешивать с любыми медикаментами, с любыми. А, вы имеете в виду дополнительную физию? Ну, в день проведения фото-динамической терапии точно нет. Процедура считается нагрузочной, поэтому дополнительные какие-то подобные процедуры не проводятся. Параллельно, вы знаете, у меня нет этого опыта, но исходя из тех эффектов, которые мы получаем на фото-динамической терапии, то есть, у меня пока не возникал этот вопрос такой. То есть, если бы я видел, что мне не хватает этого для полноценного лечения, реабилитации, я бы что-то использовал, конечно, дополнение. Но в данном случае не было такого необходимого нужды какой-то. А вот медикаменты вообще по необходимости, вот, например, если вы лечите, ну, то есть, реабилитируете пациента с поражением легких, а у него там проблема с остеохондрозом, предположим, еще, да, мы же все равно с этой стороны делаем. Вот, очень хорошо, вы можете любые НПВС, хондропротекторы, что угодно в мазевой форме, его можно прям смешивать с фотогелем, наносить параллельно, наносить дополнительно после смывания фотогеля прямо перед процедурой, что угодно. Все дает очень хороший результат, ну, то есть, по показаниям, по необходимости, то есть, уже по вашей врачебной интуиции. Не будет эффекта фотосенсибилизации, после ненесения вот этих препаратов, вы же не знаете, какая химическая реакция идет? Понимаете, отрицательный эффект не будет никакого, то есть, тем более препараты мы используем в небольшом количестве. То есть, фотосенсибилизатор от этого не портится и никаким образом каких-то побочных реакций других не дает. А на коже не остается впоследствии какие-то побочных реакциях? Нет, абсолютно нет, в любом случае мы пациентам, особенно в летний период, я сразу предупреждаю, что две недели после процедуры, то есть, ну, солярии вообще бы не надо, вредно, но тем не менее, да, и ни в коем случае не загорать спиной, ну, или каким-то либо другим частью тела, на которой была провыполнена фотодинамическая терапия. При соблюдении этих условий, ну, за 7 лет работы я не получал ни разу прегментацию. А ретиноид? Ретиноиды, да, по идее бы надо спрашивать, но ретиноиды, вы знаете, это вообще, вы знаете, я вот с работой, вот с пациентами воспалительного характера, да, честно говоря, вопрос при ретиноиде у них никогда не уточнял. Ну, потому что, когда человек пришел там к тебе с одышкой, себя плохо чувствует, да, ну, я думаю, он переживет, пигментация с ним будет, хотя у меня пока ни разу не было. Может быть, просто везло, и никто из них не применял ретиноиды. Да, у, конечно, других пациентов, у которых для чего-то другого, это вот динамическая терапия плана, там, для лечения, например, опорно-двигательного аппарата и так далее, я как-то немножко более с ними по анализу, и с ретиноидами тоже мы общаемся, но я хочу сказать, что если они применяют ретиноиды где-то местные, я беру. То есть, пигментации я не получал на сегодняшний день пока. Позвольте задать вопрос от наших врачей, которые слушают трансляцию. Какое соотношение гелия и димексида, и диоксиды там? Смотрите, ну, в среднем, то есть, димексид, если вы хотите получить там 20-процентный раствор, это 4,5 мл физраствора, да, и полмиллилитра, 99-процентного димексида, это первое, обычно его, ну, вот он размазывается по всей поверхности смены, и в среднем 2 полных выдавливания на гель релександерма, этого достаточно, чтобы вот обработать всю спину. Но, единственное, я имею в виду, вот сейчас немножко, по-моему, поменялась форма самого геля, и он теперь при надавливании поменьше немножко выдавливается, здесь больше должно быть нажатий. То есть, тонким слоем релександерма должна быть покрыта вся спина. По поводу диоксида титана, смотрите, он не очень целесообразен, если именно нужно выполнить лечение, ну, при поражении какой-то большой площади тела, ну, в первую очередь, после пневмонии, да, потому что достаточно тоже недешевый препарат, вот, и там будет очень большой расход. Диоксид титана хорош, как раз больше миозиты, остеохондроз, артриты, ну, и прочие какие-то вот воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата, или при нейропатиях. Вот тогда его можно тоненьким слоем, там, нанести на поверхность сустава, то есть на проекцию позвоночника, или по проекции каких-либо нервов. Вот тогда он будет хороший эффект. Да, вот законом к вопросу, можно ли вместо диоксида использовать ультразвук? Вы знаете, а вы уверены, что ультразвук... То есть были проведены такие исследования, что ультразвук не влияет отрицательно на фотогель. Я не вот в этом плане не уверен. Во-вторых, а как, ну, как они хотят ультразвук? Ну, как бы, и зачем вообще-то, ну, усложнять, мне кажется. Ну, возможно, сейчас напишу, пока я задам следующий вопрос. Надо ли воздействовать на часть головы при пост-ковидном выпадении волос? Надо, ну, это, наверное, уже Евгения Леонидовна здесь больше будет. Здесь я умолчу об этом. Надо, надо, конечно. Надо и нужно, и можно. Здесь уже пусть еще раз этот вопрос зададут следующему докладчику. Нет, полмиллилитра димексида, четыре с половиной физраствора, но в среднем.